И в этой санате, конечно, Шампен, несмотря на свою антибетховенскую риторику, композитор немецкой музыки, немецкой школы. Как сказал Роберт Шуман, первенство немецкой музыки неоспоримо, и все сопредельные народы с этим согласны, все научились у немцев. И, конечно, XIX век – это век немецкой музыки, век торжества немецкой школы композиции. Но, в общем, она давалась довольно трудно, с трудом вокруг. Кстати говоря, чтобы закончить с Шампеном, первая саната, мы ее обошли вниманием. Почему не играют первую санату Шампеном? Ее, конечно, играют, кстати, это удобный артик, но не так, как вторую и третью его совершенные санатные композиции. Ну, чтобы долго не искать, тем более, вот тут, кажется, он-то и есть, будет удобно. КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, это как углы за ногу, а потому что не соната. Кстати говоря, вначале нет фигурации, нет фигурационного движения. Это вот, возвращаясь к словам Танеева, о месте, о роли фигурационного движения. Когда его совсем нет, тоже нехорошо. Почему? Это хорошо видно на примере этой сонаты. А вот нет того объема контрапультических соотношений по вертикали и диагонали, так необходимых крупной форме. Она слишком, так сказать, бокально по своему голосоведению. И вот этот расспрос, необходимый, он возникает только в каданцу на 2-3 октавы, или в дальнейшем такие вот эффекты эхо довольно забавные, да, с перепросом по второму мотиву верхнюю октаву. Это, Шопен чувствует, что что-то не то, и восполняет этот недостаток этого объема и движения событий такими чисто регистровыми средствами. Но этого и недостаточно. И главное, конечно, какие бы ни были тут ускорения, замедления, это все-таки не устраняет главного родового недостатка. Это монотония движения ровными восьмыми. Это уж, пожалуй, самый вопиющий момент. Соната так долго и не может протянуть. А мы остановились перед разработкой, а дальше будет все ровно в том же духе. Вся первая часть построена на движении ровных восьмых. Это вообще-то невероятно. Но Шопен с этим быстро справился. Да, и, кстати, заключительное, опять-таки, влияние вот концертной, такой концертной этюдной техники, ровно как у Александра Константиновича в его обеих сонатах, и бемольной, и эмольной.